Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это телефон вашего мужа? Да, это телефон моего мужа. Ваш Да, какие доказательства, я вам что, клоун или что, я вам говорю, что ваш муж погиб возле Киева. Конкретно где? Возле Киева. Возле Киева, у вас около Киева очень много населенных пунктов. Ну вот, узнавайте у командования, узнавайте у командования, я вам сообщил просто вот такую вот, не собираюсь там. Он давит на рану, сыпать соль и так далее, сообщаю вам по факту, что ваши... Об этой новости, об этой новости, что мой муж погиб, я видела в интернете, вы выставили его убстарение с телефона. Ну, возможно, кто-то и выставил его. Вот телефон нашелся, тело ваше не забрали. У нас из населенного пункта телевизоры забрали, стиральные машинки наши забрали, и деньги из сейфов наши забрали. А тело вашего мужа не забрали, потому что не нашлось, видимо, места. Вот и все. Какой населенный пункт, вам не скажи? Населенный пункт Буча. Узнавайте у командования. Они разворовали все, украли все. Украли детские вещи, украли детские кресла, повытаскивали из машин. Украли все, что только можно, вывезли. Все вещи, которые мы покупали, наживали годами. Но тело у вашего мужа не соизволили забрать. Только ботинки сняли с него. Вот и все. Это я вам говорю просто по факту. Я не хочу вам читать морали какие-то. Не хочу вам реально что-то рассказывать. Я вам просто по факту. Я вас услышала. Я где могу забрать? Узнавайте у командования, как они будут забирать тело. Они сбежали отсюда. Тело вы сейчас никак не заберете. Только через официальные делегации, которые достают груз 200 и отправляют к вам. Узнавайте все у командования. Я просто мое дело чисто вам проинформировать и рассказать, что забрали. А вот тела своих ребят ваши не забрали. Просто сделайте какие-то выводы для себя на будущее. Вот и все. Я их сделала. Вот и все. Пришли на чужую землю и убежали. Без своих ребят погибших. Но зато прихватили с собой все наши вещи. Узнавайте у командования. До свидания.